Книга «Открытым оком», том 15. Тема «Промысел Божий». Вопрос 2963. Вы много лет посещаете разные дома инвалидов? Обращаются ли люди к Богу или только гостиницы ждут от вас? И просился ли кто быть в общине вашей? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. При советской власти трудно было причастить пациентов домов для инвалидов. Тогда был уполномоченный по религиозным культам по Алтайскому краю Седишев Александр Петрович. Телефон 630786. Ныне прихожанин Покровского собора, друг и соратник Болгачинова Алтайского края Войтовича отца Николая. Причащается раб советской идеологии, Александр там, везде голосует и пропагандирует по сей день, и при том яростно за коммунистов и только за коммунистов. Так там было им хорошо. Чтобы причастить больных коллег, нужно было согласовать с ним и с Болгачином, принести список и заявление просьбу от тех, у кого и рук нет. С трудом великим, но моя жена Надежда Васильевна все устроила, договорилась. Осталась последняя инстанция. Седишев сидит в краевой администрации. И он принял их вежливо, уже согласился разрешить причастить коллег, но потом спросил, как их фамилия. Когда же Надежда сказала, что она Лапкина, то Седишев соскочил, забегал вокруг стола, понося меня. Так и не разрешил, так и умерли непричащенные. Теперь рабу Александру это не снится. Ныне у чаши не стоят перед ним эти, лишенные им последнего напутствия. Кавычки открыты. Я родилась 11 августа 1928 года в селе Арбузовка Павловского района в семье верующих. Нас в семье было шестер детей, два брата и четыре сестры. Родилась я здоровым, нормальным ребенком. По рассказам матери, когда мне было 6-7 месяцев, к нам пришла соседка со своим годовалым сыном. Он был меньше меня ростом, худенький. Соседка пошутила, что я крепко стою, приплясываю на своих ножках. После ее ухода я ревела две недели, и у меня отнялись руки и ноги. Не держалась голова, была как плеть. Меня возили в Павловск, в Барнаул к врачам, но помочь никто не мог. Так и осталась с коллегой на всю жизнь. Инвалид первой группы с покалеченными руками и култышками ног. Я была старшим ребенком в семье. С 9 лет начала трудиться. Пряла, вязала, шила. Водила с младшими братьями и сестрами. Помогала маме по дому. Полола в огороде. Взбивала масло, вязала веники, табак, перебирала ягоду. Ноги недвижимы, и когда водила с детьми, то завяжу ребенка в узелок, ползу на четвереньках, а ребеночка держу зубами, как собачка. С малых лет обшивала всю семью, а когда стала постарше, стала сама зарабатывать на жизнь. Шила другим людям на заказ платья, гимнастерки, рубашки и так далее. После смерти родителей я стала жить с братом Павлом и с Нахой Верой. Когда вернулся брат Дмитрий из армии, он женился, и я стала жить с ними в родительском доме. Вместе мы прожили 8 лет. Жили дружно. Приехала младшая сестренка Клава и уговорила меня поехать с ней в Барнаул. Водиться с ее полгодовалым сыном Игорем. Я согласилась помочь ей. Водила с ее двумя детьми. Прожила я у нее 11 лет. Пока жили по квартирам, жили дружно. И я как могла, помогала. Водила с детьми, пряла, шила, вязала, вышивала и делала всю работу по дому. А когда с моей помощью приобрели трехкомнатную квартиру и машину, я стала не нужна. Они затеяли ремонт, а меня увезли к сестре Марии. А потом не захотели меня забрать. У Марии я прожила 2 года. Жила в одной комнате с двумя мальчиками-подростками. Они выносили за мной ведро, и мне было очень неловко перед ними. Я написала письмо в Алтайскую правду, в кавычках, с просьбой устроить меня в дом престарелых. Ко мне пришли искры Собеса и оформили меня. Из больницы меня увезли в дом-интернат на горе. Здесь я живу уже 24 года. Это мой приют. Поначалу плакала, вспоминая слова песни. Я лежу на приютской постели, вспоминая про мать и отца. А сиротские горькие слезы так и льются ручьем без конца. И лились до тех пор, пока я здесь не встретил моих братьев и сестер во Христе. Игорь Третьяков проводил занятия и говорил о страшном суде, и о спасении, и читал книгу. Я спросила, какую книгу ты читаешь? Он ответил, Новый Завет. Мне принесли его. Я стала читать, но многое не понимала. В Бога я всегда веровала, и Он помогал мне. Но вера-то была слабая, и ничего я не знала. Как молиться, исповедоваться? В храме ни разу не была. Ко мне стали ходить сестры, читали Библию, объясняли. Мы рассказывали о Христе, о Его страдании и жертве, что Он омыл и искупил нас Своей кровью, что молиться надо в платке. Рассказывали о своих духовных отцах, о храме, об общении, о спасении души. И мне очень захотелось быть вместе с ними, увидеть своими глазами храм. Приехали Лева Пальгуев с Татьяной рано до службы и заехали в Покровский собор. Лева занес меня в храм на руках. Никого еще в храме не было. Очень хотелось увидеть распятого Христа. Но было полутемно, и я ничего не разглядела. Потом мы поехали в храм Крестовозвиженской общины. И здесь я обрела душевный покой. Первая моя служба в храме. И мне захотелось быть членом этой большой дружной семьи. 11 декабря 2000 года приехала Татьяна. И я попросила написать от моего имени заявление в общину. Так я стала членом Крестовозвиженской общины. Потом была моя первая исповедь. Слезы покаяния и такое облегчение души. Ни с чем не сравнимые состояния. Отец Яким приезжает в дом престарелых. Исповедует и причащает меня. Братья и сестры навещают меня. Я не одинока. Я спокойна и счастлива. Со мной Господь, ангел мой и святые. За все благодарю Господа. Свидетельство Анны Петровны Вдовиной. Дом-интернат на горе. Второй этаж. 126 комната. Исайя 56, 3. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу. Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит емнух. Вот я сухое дерево. Исайя 66, 2. Ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепечущего пред словом моим. Книга Амоса, 5.15. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь, Бог, Саваоф помилует остаток Иосифов. Белый лис так и зовет к себе. Он может подружиться с нашей мыслью. Через руку столько в ней побед. Пусть и карандаш себя возвысит. Ничего, что почерк, между прочим, так и не сумел отшлифовать. Ленностью и спешкой искурочил. Не сумел и глубже распахать. Мысли доверительно положим. Пропитаем запахом библейским. Пусть не одному, а многим будут гожи. Главное, чтоб были полновесны. Главы и стихи наперебор. Мысли изострить наперевес. Дух святой пусть вывеет весь ссор. И придаст им блеск и полный вес. Белый лист старанием испещрил. Буковки сцепились долгожданно. Их из плена вывел, поощрил. Думали ли, что их час настанет. Карандаш и ручка даже лучше. Только успевают, спотыкаясь. Может и не солнце, только света лучик. Просочились с правдой через пальцы. В холоде кипит из сердца лава. Пережитая и дума и страдания. Был бы все написанное славой. И не нам, владыки мироздания. Может лучше в стихотворной форме. Примется, усвоится писание. Главы и стихи нас поят, кормят. Угрожают страшными местами. Белый лист да будет вечно чист От поклепа, лжи, любодеяния. В общем говори, мой голос только писк. К берегу мы сеть Господню тянем. 26.01.06. Игнатий Тихонович Лапкин Тихонович Лапкин an